приветствую всех сегодня речь пойдет вот таком вот трицикле построен он на базе мотоцикла днепр мт 10 или 11 12 вольтовый так видите спереди стандартная вилка мотор рама идет идет и дальше уже было здесь вот все обрезано и установлен даже не обрезана задняя часть рамой и к задней части рамы мотоцикла была приварена еще одна рама доварено это вот кузова так ну по порядку как уже сказал на базе мотоцикла днепр все это сделано дальше идет также кардан здесь вот кусочек уже самодельного кардана дальше подвесной и кардан от живулей задний мост живулевский копеечный мост перевернут для того чтобы мотоцикл двигался в нужную сторону если бы если не переворачивать мосту скорости все будут идти вот с 1 по 4 будут все назад задняя будет вперед так что для этих целей надо переворачивать задний мост ну или редуктор сам перевернуть здесь перевернут мост вот так так что еще здесь сзади стоят рессоры также видите стоят реактивные тяги раньше их не было и мост уходил на рессорах назад и были поставлены реактивные тяги наверно или через год или через два года эксплуатации это уже была доработка а так и изначально как как сделался сразу и никаких доработок не было кроме от этих реактивных тяг здесь присутствует такой вот кузовок как видите номера нет используется по хозяйству в селе так что нелегальный задний мост не урезался поширение стандарт что еще интересного глушитель как видите с нержавейки стоит от автомобиля к здесь две трубы в одну и один глушитель так как говорил уже вот подвесной дальше идет кардан джигулевский еще проблема была данная есть постоянно разрывает вот эту эластичную муфту на коробке слишком большие нагрузки и в данный момент уже эластичная муфта самодельная вырезана из большого большой пока из покрышки сейчас на виду может видно будет может нет видно видите там же корт в общем мы усиленная эластичная муфта кольцо уже не стандартная толще стоит потому что разрывала перегрузок вот такой вот тормозной тормозной механизм видите педаль дальше идет вал и здесь стоит гидроцилиндр главный гидроцилиндр сцепления одноконтурное сцепление ой не одноконтурная тормозная система как знаете в живулях там два контура перед зад ну а здесь рабочий цилиндр расцепление стоит и одноконтурная тормозная система также здесь установлен один карбюратор кто-то скажет ерунда ну вот этому мотоциклу уже лет 15 знаете с одним карбюратором у него расход меньше и едет он намного лучше ну еще что интересного идет он под 100 километров в час мощности хватает перевозит вот этом кузовке килограмм под 500 и еще бывало даже помимо того что в кузовок еще и прицеп к нему цеплялся так что вот такая вот штука не прогрет работает плохо пока прогреется ровнее работает так что кому понравилось пишем комментарии спрашиваем что интересно еще смотрите сиденья стоит здесь длинная некоторые делают короткую базу ну знаете даже вот это с длинной базы все хорошо а еще вот здесь вот распред коробка как видите регулятор на заживание идет и на заживание а на зарядку предохранитель и сзади вот этот он коробочки в этом коробочке стоит аккумулятор и набор ключей на этом все кому понравилось видео комментируем и спрашиваем что интересно всем пока